Как вот соблюдать это правильное питание, но не уйти в какой-то фанатизм? Если это чай, то он должен быть с тортом. Если это там суп, то он должен быть наиваристым. То, что подходит, например, вам, может совершенно не подходить вам. Мария, мы вызрали у нас недавно, родила второго, собственно, ребёнка. Всем привет, дорогие слушатели и зрители. С вами подкаст «Мыльница». Мы сегодня, как всегда, в нашем сборе. Это Влада Ворона, Юрия Ксенина. За кадром у нас звукорежиссёр Дима Красковский. И в гостях у нас сегодня Ксения Телезнёва. Мы её знаем по проекту «Свадебный размер». Она была у нас ведущей. Также Ксения у нас врач-диетолог и кандидат медицинских наук. Точно. Здравствуйте. Телезнёва, здравствуйте. Очень вам рады. И я думаю, что многие наши зрители помнят вас по этому замечательному проекту «Свадебный размер». Спасибо, я очень рада, что здесь оказаться. Я думаю, да. А счастлива не одну семейную пару. Я помню, какие они красивые стали в конце сезона. Это правда. Многих были потрясающие результаты. Вы знаете, со многими мы до сих пор поддерживаем связь. И я знаю, что наши герои, многие изменили свою жизнь кардинально. Оставили полезные пищевые привычки, спорт на регулярной основе своей жизни. Мне это, конечно, очень-очень радует, что вот правда, это была не просто интересная программа, что мы смогли помочь стольким людям. Я очень благодарна телеканалу «Домашний». Вообще, вспоминаю вот этот период съёмок нашего замечательного проекта, как один из самых счастливых в своей жизни. Правда. Ксения, ну мы на самом деле, «Домашний» тоже по вам соскучился, так сказать. И мы позвали вас не случайно. Мы с Юлей очень рады, на самом деле, что весна немножечко так подзатянулась у нас в этом году. То есть мы можем ещё походить в пальто и в объёмных оверсайз, так сказать, курточках. Сегодня, как сама весна к нам вошла к Сине. Мы обалдели, когда её увидели, потому что она просто... А ещё стоит отметить, что Антон какая-то растеночка. Да, и вот символизирует, так сказать, своим образом наше стремление и желание к весне привести себя в порядок, постройнеть. И вот так вот поплыть, поплыть, поплыть с растеночкой. И выпрыгнуть из бизнес-центра красиво и из шарма. Всё в наших руках. Вот. И ещё начинается у нас период съёмок. И мы-то, собственно, хотели начать наш подкаст как раз-таки с того, что наши артисты уже озаботились и уже вовсю-вовсю-вовсю готовятся к этой весне, к съёмкам. И мы даже хотим показать несколько фотографий того, как изменились наши артисты к летнему периоду съёмок. Если честно, мы обалдели. Дмитрий Кчела. Вот он снимал с нас в проекте «Цыганка». И это просто... Это Артём Карасёв. Вы посмотрите, что творят наши мужчины. Но тут ещё надо отметить, что они себя очень в хорошей форме, да, поддерживают? То есть тут мышцы сплошные. Я не знаю, как было до. И один и другой, да, они 10-15 килограмм потеряли. Есть, конечно, да. Вот. Это у нас Виктория Полторак, наша знойная цыганка тоже вот так себя держит. Но она в прошлом фитнес-тренер. Вообще все просто мышцы прокачаны. Ну и Любава Гришнова. Вот. И, собственно, естественно, когда мы разговариваем с нашими артистами, мы спрашиваем, как, что, почему, как вы добились, да? И что нам тогда сказал Дима Пчела недавно вот на нашей записи? Ну, правильное питание, он сказал, что он изменил питание. Меня это не удивляет. И мы, когда даже с ним вниз потом после записи спустились, это было очень сложно Диме вообще выбрать что-то из меню в ресторане. Ну, знаешь, вот тоже у Ксюши хотела спросить, как вот соблюдать это правильное питание, но не уйти в какой-то фанатизм, когда у нас даже есть тоже такие коллеги, которые вот лишний раз боятся потом вот к еде дотронуться, то есть у них там все строго, видимо, там в обед авокадо, там у нее дальше отваренная какая-нибудь рыба, и все. Вот как вот как-то разумно к этому хочется подойти? Есть какой-то? Я за то, что, конечно, крайности не должно быть. Вы знаете, в последнее время даже появился такой диагноз, как орторексия, когда человек слишком сконцентрирован на правильном питании, и действительно, как вы сказали, боится лишний кусочек взять в рот, а вдруг это не соответствует каким-то его представлениям и рациональном питании, конечно, это уже превращается в некую такую... Тоже мания своего рода, да? Мания и крайности, которых быть не должно. Человек должен получать удовольствие от еды обязательно. Это записано просто на уровне нашей природы. Это нормально получить удовольствие поесть. Другое дело, что это не должно быть единственным и главным источником удовольствия. За этим тоже нужно следить. И вообще придерживаться каких-то очень экстремальных, низкокалорийных диет давно не рекомендуется, потому что всем известно, что в лучшем случае ты добьешься результата кратковременно, но закрепить его не сможешь, и, скорее всего, наберешь сброшенный килограмм еще и с лихвой. Чем больше вот таких качелей плюс-минус будет в твоей жизни, тем хуже, потому что чем старше ты будешь становиться, тем легче ты будешь набирать эти килограммы и сложнее их терять. Поэтому в любом случае здравый смысл должен быть во всем. Питание должно быть сытным, вкусным, разнообразным. Что самое важное, подходящим именно вам, потому что мы все очень разные. И то, что подходит, например, вам, может совершенно не подходить вам. Ну, то есть вот это ограничение, там, я ем тысячу калорий в день, оно может для кого-то вообще не работать, человек не наедается просто. Оно может быть откровенно вредным для кого-то, конечно, потому что вот приведенная калорийность, тысяча килокалорий, это очень мало. И, конечно, мы таким образом... Да, и даже сама пыталась как-то соблюдать, я просто не наедалась сейчас. И чувствуешь, наверное, себя голодным. Просто интересно, вот сейчас я ем все. У меня есть в рационе и торты, и в 5 часов мы тут трюфеля едим, да? Причем в 5 часов это прям критичное время именно для домашнего, для нашего, так сказать. Хочется сладенького. Потому что хочется сладкого, в 5 часов прям как аж трясет. Потом что еще? Ну, вообще есть все, и картошечка, и мяско, и все. Как плавно прийти? Вот если я завтра начну правильно питаться, я же буду голодной весь день. Что делать? А что, в вашем понимании, правильно питаться? Вот вы сейчас перечислили продукты. Ну, наверное, на пару. На пару должно быть что-то. Вы заблуждаетесь. Не только на пару. Еда должна быть вкусной. Если вы будете есть только еду из проварки, вам не будет вкусно. Мы это прекрасно понимаем. Ну, конечно. То есть должно быть что-то и десертик какие-то сладкое. Ну, конечно, нужно полностью исключать любимые продукты из рациона. Когда ко мне даже приходят пациенты, которым нужно похудеть на 50 килограммов, я все равно спрошу, какие у вас самые любимые продукты. Я их обязательно включу в план питания, который я буду составлять для этого человека, потому что я понимаю, что лучше он несколько раз в неделю, просто в первой половине дня и не килограммами, но съест любимые пирожные или кусочек шоколадки, чем мы полностью исключим это из рациона, человек это будет воспринимать как достаточно сильный стресс и в конце концов сорвется. То есть это история, которую многократно проходили многие худеющие. Лучше чуть медленнее, но с включением любимых продуктов, без крайностей приходить к результату и закреплять его. Поэтому вот вы сказали, картошка, а чем она плоха? А кто сказал, что даже во время похудения слышно? Некоторые боятся, что там картошка, это какой-то лишний крахмал, они начинают вот это там... То же самое, макароны, хлеб, у нас обычно слышно. Это должно быть из твердых сортов пшеницы? Конечно, это должно быть просто из правильных источников. Например, если паста из твердых сортов, если хлеб не белый, очищенный, понятно, а с утрубями в составе, подсушенный. Если картофель, ну просто не каждый день и не на ужин. Да, и если вы едите эти продукты в первую половину дня, из правильных источников, и не каждый день ничего страшного не будет абсолютно. То есть вы продолжите оставаться в прекрасной форме. Ксения, еще знаете, все наши артисты всегда, когда ты тоже спрашиваешь, они всегда говорят, вода, мы пьем воду. Много воды. Много воды. И утром мы встаем и сразу пьем воду. Кто-то масло пьет на голодный желудок, кто-то с лимоном воду пьет. И все говорят, вот 2 литра. Что это за цифра? Откуда она взялась? И что, правда, помогает? Да. Вы знаете, здесь я совершенно четко могу согласиться с этой рекомендацией, что если хочешь похудеть, нужно обращать внимание и на количество жидкости в рационе. Причем все-таки основной жидкостью за день должна быть вода. Не чай ее заменяющий, не супы, уж тем более соки фруктовые, а именно вода. Во многом это связано с тем, что у нас центр жажды и голода в головном мозге находится рядом. И человек неосознанно может часто путать жажду с голодом. То есть не просто так из этого родилась рекомендация. Хотите есть? Выпейте стакан воды. Чуть-чуть подождите. И вы удивитесь, но вы действительно заметите, что в некоторых случаях вам перехочется есть. Если не перехотелось, ешьте. Это правда работает. Это работает. Попьешь воды и не хочешь. Нет. Работает. Значит, ты не даешь времени какому-то организму, чтобы он немножечко понял, что ты его напоила. Но потом еще очень важно, чтобы своевременно выводились все продукты обмена из организма. Для этого тоже нужна вода, поэтому важно пить много жидкости. Два литра здесь не соглашусь, потому что все очень индивидуально. Мы все очень разные. Всегда привожу пример для наглядности. Ну вот представьте, стоит там 50-килограммовая девушка и 150-килограммового мужчина. Как мы можем рекомендовать одинаковое количество воды? Да, это два литра. Конечно, нет. Поэтому здесь вот как таковых норм, какой-то конкретной цифры для всех нет. Она обычно индивидуально подбирается. Но вот то, что пить нужно много, именно воды. Да. Бывает, ну вот у меня был такой период, я пила очень много воды. Мне кажется, вот больше трех литров. Это просто вот какая-то вот внутренняя жажда. Если хочется пить, ее надо утолять. Или нужно все-таки в какой-то момент уже ограничить количество воды? Если есть жажда, нужно пить обязательно. Другое дело, что если вы понимаете, что это достаточно уже патологическая история, то есть жажда возникает часто, она вас мучает, это повод обратиться к врачу. Например, проверить уровень того же сахара в крови, потому что это один из признаков, вот такая жажда, один из признаков возникшего сахарного диабета. Вот, поэтому здесь опять-таки нужно индивидуально в каждой ситуации поступать. Но если хочется пить, нужно пить обязательно. Вот я еще хотела с Ксюшей поговорить тоже, когда задумывалась о питании, очень много разных программ. То есть это начиная там от кето-диеты, это какие-то белковые диеты, это интервальное голодание. Вот как вот вы к этому всему относитесь? Вот что выбрать? И реально ли это все работает? Вы знаете, меня, конечно, как врача-диетолога не удивляет, что есть такое количество диет, систем питания, и я понимаю, что их будет все больше и больше, потому что, в принципе, здоровое питание – это тренд. Мы наконец-то поняли, что от питания зависит очень много, слишком важная тема, чтобы ее игнорировать. Я, на самом деле, этому очень рада, потому что вот когда там больше 10 лет назад я начинала заниматься диетологией, люди еще не отдавали себе вот такого отчета, что слишком много в их жизни, в их здоровье зависит от питания, да, и нужно было дождаться достаточно серьезных проблем со здоровьем, чтобы обратиться к специалисту. Сейчас на моих консультациях все больше и больше появляется тех, кто заходит со словами, вы знаете, я, в принципе, доволен тем, как я выгляжу, я особо не хочу менять массу тела, ну, можно, на пару килограммов мне хотелось бы похудеть, но я хочу понимать, а что же подходит именно мне. Или вот, например, а подходит ли мне кето-диета? Вот мой шеф, например, или моя подруга придерживается, да, или интервального голодания. Вот я хочу понять, подходит мне это или нет. И меня это очень радует, вот такое осознанное отношение к себе. То, что, ну, опять-таки, при всей своей похожести мы, правда, все очень разные. У нас могут быть совершенно разные какие-то сопутствующие состояния, у нас может быть разная генетика, да, у нас совершенно разные вкусовые предпочтения, разная физическая активность и переносимость, непереносимость продуктов, и все эти факторы нужно обязательно учитывать. То есть вот так вот нельзя сказать, что я там сижу на кето-диете, я говорю, Влад, давай тоже увлекайся углеводами, венгинекциях, в кубе. Конечно нет. И все-таки большинство из модных достаточно диет, они не имеют под собой, знаете, какую-то научную, серьезную подоплеку. То есть вот, например, одной из самых изученных диет и с действительно подтвержденным эффектом является средиземноморская. Ее вообще изначально, ну, скажем так, создавали, придумывали для лечения детишек с эпилепсией. Любая статья, посвященная этой теме, заканчивается тем, что нужны еще дополнительно обязательно исследования, потому что там в каких-то случаях сработало, в каких-то нет, но она точно не была рассчитана на то, чтобы человек просто снижал банальную массу тела, вот вводя свой организм, ну, в принципе, в состояние стресса. Потому что большое количество этих кетоновых тел, которые использует организм, соблюдая, при соблюдении кетоновой диеты, кето-диеты, это состояние стресса, этого не должно быть. И мы только в крайних случаях можем к этому прибегать. Что касается белковой, высокой белковой диеты, долгое время она была популярна. У спортсмена, да, наверное, вы знаете? У спортсмены, ну, та же дюкановская диета, она высокообелковая. Вы знаете, у меня после соблюдения высокообелковых рационов ко мне приходило достаточно большое количество людей с осложнениями, например, с образованием камней в почках или с развитием так называемой подагры. Тоже очень неприятное состояние, когда воспаляются... То есть человек не понимает, он как бы вроде худеет, а на самом деле причиняет организму какой-то... Конечно, то есть и что самое важное, понимать, что вы не будете ни одной из этих систем питания придерживаться до конца жизни. Вам все равно, рано или поздно... Добрать нужно будет, да? Нужно будет добрать, нужно будет вернуться к более-менее привычному рациону, а вот как отреагирует на это ваш организм, можем только догадываться. И с большой долей вероятности предположить, что вы наберете, опять-таки, с таким усилием сброшенные килограммы. Поэтому только индивидуальные системы, не диеты, которые нужно попридерживаться, потерпеть, да, там, любой ценой, а потом будет, что будет. Только индивидуально подобранная система питания, которая с вами надолго останется. На самом деле это единственное, что работает. А вот интервали на голодание, там же вот они даже, если покопаться, даже какую-то научную теорию, там вот этой вот аутофагии притянули, и там то, что вот этот японец Нобелевскую премию за это получил, то, что там организм чистится. Но вот, если честно, я пробовала ее, и даже пробовала вот сидеть на вот этой самой жесткой, когда ты 4 часа только ешь, и 20 часов ты голодаешь. Я понимала, что я вот утром просыпалась, условно, там, в 12, я была очень голодная, я съедала там этот завтрак как сумасшедшая. И потом я понимала, что у меня есть только вот 4 часа, за которые я еще должна успеть съесть обед. Я его, в принципе, не хотела, но я в себя просто впихивала этот обед, и потом уже ходила какая-то недовольная. Я не могу сказать, что я так неделю, наверное, просидела, и я никаких положительных эффектов не оценила. Может быть, я мало сидела, может быть, это все... Любое истязание, мне кажется, это вот правда. Это же ты все равно через силу все делала. Ну, важно понимать, для чего вы это делаете. Если вам нужен какой-то быстрый эффект, ну, может быть, кратковременный такой эксперимент, ну, возможен, скажем так. Если мы говорим о долгосрочной перспективе, все-таки, конечно, нет, да, не нужно прибегать к таким крайностям. Но вот из перечисленных, кстати, систем питания, пожалуй, интервальное голодание, оно вот наиболее, я бы сказала, допустимое. Но тоже подходит не всем. В принципе, питание, так ведь, если какой-то более-менее разумный, не 24, там, а... 16,8, да, одна из самых таких, одна из самых распространенных схем вот в этой системе питания. В принципе, у многих неплохие результаты и достаточно долго многие могут придерживаться. Поэтому она допустима, но, опять-таки, после консультации с вашим врачом, который скажет, что, например, у вас там нет противопоказаний, вам можно ее придерживаться. Ксения, ну вот на самом деле людей, которые имеют врача-диетолога, там, в друзьях, в знакомых, все-таки, наверное, среди нашей аудитории и нашего друзей меньше. Понимаю, конечно. Вот, и поэтому даже вот и в пандемию это было видно, многие бросались на марафоны просто с жадностью, там, за три недели делай свое тело, пофотографируй до-после, там, и питание, физические нагрузки, и все там. И в Инстаграме очень многие на это зарабатывали. И сейчас тоже, да? Надо объяснить, что наша Влада, ты же этим мой огрешила. Хотя я ей всегда говорила, что все это, ну, как мне кажется, чревато. Но эффект был, эффект был. Но когда марафон закончился, он распылся со временем. Хотя я вроде бы... Но марафоны, они, как бы, полезные привычки, они вводят. То есть мне все равно хочется сейчас утро сделать зарядку, если я зарядку не делаю, я себя прям броню весь день. Я стала пить, действительно, воду там утром. Ну и рецепты, наверное, какие-то у тебя в голове. Я забыла свои рецепты. Есть ли смысл вообще входить вот в эти трехнедельные марафоны и как-то себя, так сказать, за три недели сжигать? Это тоже определенная доля экстрима, я считаю, такие марафоны. С другой стороны, если вы понимаете, что вы практически здоровый человек, у вас нет хронических заболеваний, которые требуют специального какого-то рациона, да, и специальных нагрузок, то возможно. Возможно, но участвовать в таких марафонах, оценить результат, что-то хорошее вы вынесете из него. Но если вы видите, потому что марафон тоже бывает разный. Я помню, что вот когда они много лет назад только начинались, помните, совсем были такие экстремальные истории. Я помню, что мои подружки, коллеги... А, там обычно всегда что-то разыгрывается. Автомобиль. Да, но чтобы больше мотивировать человека. Но когда там надо было чуть ли не 400 раз присесть, я каждый раз думала, боже мой, бедные эти коленные суставы, даже у здорового человека, да, вообще, что мы получим в исходе. Вот этого не должно быть. Если это достаточно разумный подход, еще и желательно с привлечением все-таки какого-то врача как консультанта, ну, это, наверное, идеально. Мне кажется, надо еще вот в идеале... Очень много же вот инстаграмных именно марафонов. Надо смотреть именно на того, кто ведет от марафона. Нет, ну, смотри, Ксения нам говорит, что все индивидуально. Тут получается вам всем одну программу, там условно тысяча человек участников, и вам всем одну программу, кто кому как питается. Ну, надо просто смотреть, кто его ведет. Если это просто какая-нибудь там инстамамочка без образования, то, наверное, могут возникнуть вопросы. А если человек с образованием, там можно проверить это как-то, наверное, можно ему доверить. Ну, я доверялась четыре раза. Но вот еще Влада перед нашим интервью рассказала историю, что вот у нас актриса, мы тоже показывали вот ее, вот она идеально выглядит, говорит о том, что сладкое лучше есть в первой половине дня. И она не отказывает себе там ни в чем просто. Речь о Виктории Полторак. Да, она работала фитнес-тренером у нас долгое время. И, как я понимаю, что к ней и тянулись вся клиентура, тянулась, потому что она никогда не запрещала им что-либо есть. То есть она всегда говорила, лучше вот вечером захотела торт, да, вот прям можешь лег спать, а утром съешь этот кусочек торта, и весь день у тебя будет на позитиве, и ты будешь доволен и горд собой, что ты такой молодец, выдержал и съел именно тогда, когда нужно. То есть она всегда говорит, во сколько и сколько главное есть? В каком количестве, в какое время суток, безусловно. То есть нужно правильно распределять продукты в течение дня, конечно. И я тоже, если включаю сладкое, когда включаю сладкое своим пациентам в рацион, стараюсь, чтобы это была первая половина дня. Хотя, конечно, обычно всем вечером хочется. Что же греха таить, да? Вот это вот правильное сладкое, или это... Фрукты, ягоды, или это может быть сорт шоколада? Да, и шоколад в том числе. Фрукты тоже считается лучше все-таки переносить на первую половину дня, но опять-таки, если мы говорим о периоде снижения массы тела, и сладкое там про десерт, печенье, какой-нибудь торт, ну, лучше все-таки не вечером. И есть еще дико крутая, вот мотивирующая фраза, вот она правда, вот она для меня работает, я вот хочу ей поделиться тоже, что лучше испытать радость от того, какое платье тебе подойдет, чем от пирожного, которое ты съешь. То есть вот если ты в примерочной примерил что-то и увидел свое идеальное отражение в зеркале, что все у тебя идеально сидит, то ты от этого получишь гораздо больше удовольствия, чем от съедого там на ночь пирожного. Согласна, но это не у всех работает, конечно. Когда ты смотришь на это пирожное, да, 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 вот как мотивация, когда ты смотришь на пирожное, и хочется его съесть, ты не будешь думать об этом платье, которое когда-то тебе, возможно, удастся надеть. Но мне кажется, для кого-то это вполне может, да, срабатывать, но не для всех. Ну, еще вот хочется с Ксенией затронуть самую важную тему, это вот даже когда женщина после родов, естественно, набирает вес, и вот как вот ей собраться, как вот постепенно вот выходить из этого состояния и возвращаться в норму. Это очень актуальная тема. Это очень важно. Мы же еще еще раз переживались, потому что Мария, мы вызерли у нас недавно, родила второго, собственно, ребенка. Это главная актриса нашей хита. Сериала «Великолепный век». И, конечно, все сейчас, весь мир следит за тем, как Мария восстанавливается. Она пьет воду с имбирем, вот. И все? И все? Ну, у нее там три тренировки в неделю, бассейн, подтягивает она себе там все. Ну, в общем, мы очень переживаем за нее. И хотим мы нашим зрителям, кто вот сейчас находится в таком декретном периоде, потому что Ксения – это вот тоже пример того, как человек красивый может выйти из декрета. Спасибо, да. Малышу полтора моему замечательному. Знаете, здесь всегда нужно определяться, начинать вот с такого вопроса. Например, женщина родила, хочет ли она кормить малыша? Если да, то мы понимаем, что это главное. Да, и здесь принципиально на две категории делятся все женщины. Кто-то тает просто на глазах, на грудном скармливании, кто-то не может ни килограмма, условно говоря, потерять. И вот если вы попадаете под вторую категорию, но вы хотите кормить, то, конечно, это должно быть все-таки определяющим. Здесь нужно правильно расставлять приоритеты. Когда ко мне приходят с таким запросом женщины, я понимаю, что вот она только родила, конечно, она привыкла к себе другой. Она недовольна своим внешним видом, она не может надеть одежду, которую носила до беременности. Все прекрасно понимаю, но всегда прошу, пожалуйста, давайте мы возьмем небольшую паузу. Вы сейчас мама, вы хотите дать максимум пользы своему малышу, вы обязательно придете в норму. Это не значит, что нужно запустить себя, перестать контролировать свое питание, совершенно не давать никакой физической активности. Но все-таки немножко нужно отпустить эту тему. И это работает. Когда женщина заканчивает грудной вскармливание, гораздо проще, когда уже совершенно по-другому работают ее гормоны, ее метаболизм возвращается к прежней своей работе, какая была до беременности. Гораздо проще уже снизить массу тела грамотно, достаточно эффективно. Конечно, завершив. Постепенно можно снижать, пробовать массу тела на фоне грудного вскармливания, но опять, это не должно быть самоцелью. Просто я... Мне кажется, это самое главное, это вот в этот момент после рождения ребенка научиться, наверное, принимать вот это свое новое тело, успокоиться, что оно какое-то время таким вот будет. Конечно, но у многих оно и не вернется полностью вот абсолютно в те же формы и объемы, которые были до беременности, и в этом нет ничего страшного. То есть это настолько естественно и нормально. Очень страшно осознавать этого, что надо возвращаться. Но просто я помню очень хорошо вот это чувство дикого голода. То есть вот реально контролировать как-то свой вес и ограничивать себя в питании очень сложно в этот период, потому что есть хочется какой-то невероятной силы. Если это чай, то он должен быть с тортом. Если это там суп, то он должен быть наиваристым. Конечно, я объясню, почему. Потому что наш организм тратит колоссальное количество энергии, около 500 килокалорий ежесуточно на выработку молока. Представляете, вот сколько вам нужно заниматься спортом, чтобы потратить 500 килокалорий? Ну, такая нагрузка, да, тренировочка должна быть. Ого-го. Кометров 10 пробежать надо. Да, не меньше. Причем в хорошем таком темпе, да. А здесь наш организм сам тратит вот эту энергию, естественно, хочется есть. Если начинаем в этот период экспериментировать с низкокалорийными рационами, то, ну, конечно, это очень чревато. Становится меньше молока, оно может совсем пропасть, и при этом вы все равно можете не вернуться в короткие сроки в желаемую форму. В общем, получится совершенно ненужная ситуация, дополнительный стресс для мамы, для малыша. Поэтому вот немножко оставить. Питание кормящей, оно должно быть максимально разнообразным тоже. К счастью, канули в лето уже рекомендации, которые больше были, наверное, у наших мам, да, как бы там вареная гречка и курица, или там только говядина. И вот два наименования продукта, это бедная кормящая мама должна целый год есть. Ну, это же просто ужас ужасный. Нет, категорически нет. Уже давно весь ученый мир сошелся на том, что беременная женщина, кормящая женщина, это не больная женщина, это нормальное естественное состояние, и она точно так же должна получать, в том числе, удовольствие от еды, а еще она после родов должна восстановиться. Она таким количеством своих ресурсов поделилась с малышом, что мало того, что через молоко она должна передать массу полезных веществ малышу, она должна восполнить свои дефициты. Если она будет придерживаться низкокалорийных рационов, то почему у многих потом начинают резко выпадать волосы, огромные проблемы с зубами, с костной системой? Потому что маме так хотелось быстро прийти в норму, что она совершенно забыла о каком-то рациональном зерне. А вот с жалчным, это проблемы у мам тоже очень часто после родов возникают. Это, наверное, из-за неправильного питания, из-за употребления жирного какого-то такого всего? Вы имеете в виду, что камни появляются? Да, да, да. Есть такая история, да. Но это связано и с пищевыми привычками, может быть, и с, например, недостаточным количеством воды, просто с анатомическими особенностями пузыря. То есть разные причины? Абсолютно разные причины, да. Я, знаешь, хотела спросить Ксению, а сколько вы набрали за беременность, и сколько вам удалось сбросить? Вернулись ли вы к своему исходному, если вы стали ещё меньше весить? Сейчас скажу. Набрала 13,5-14, вот так, да, откуда вы знаете? Синстаграм, синстаграм. А-а-а! Может, всё пишите Ксению. Да-да-да. Да, как-то делилась, кстати, один раз, правда. А сбросила не то, что все набранные. Я вот, да, вот как раз я из тех, кто на фоне грудного вскармливания просто ушла в свой такой минус, я не помню у себя. То есть это естественно было? Да, естественно. То есть я питалась, вот там, как раз, да, супруг с малышом, можете спросить, питалась обильно достаточно, я себе не ограничивала. Кстати, я сладкоежка, возвращаясь к сладкому, я очень люблю сладкое. Я совершенно спокойно выем, но просто не килограммами, ну, не в 12 часов ночи стараюсь. Вот про сладкоежек. Что делать, если ты сладкоежка, если тебе постоянно хочется эту злополучную конфетку? Стрельнуть у коллеги. У нас даже есть специальный ящичек, вы не поверите, Ксению. Куда все приносят, да, каждый день. Там просто ты открываешь, и там конфет. Или я еще заметила, что я, например, могу купить там упаковку фрутеллы, и могу съесть ее одна, ну, то есть вот за несколько минут. Ну, что мы, в принципе, сейчас и сделаем. А есть такие сладости, вообще такие продукты, с которыми сложно остановиться. Это вот как, не знаю, семечки, у кого-то орехи, да, у кого-то. И с орехами тоже, кстати, очень тяжело. Если ты процепился к этому миндалю, ты просто вот прям пока не успокоишься. А я поэтому рекомендую своим пациентам прям расфасовывать, знаете. Да, врач сказал, что по 30 граммов в день, не больше. Просто в маленькие пакетики разложить, и ты знаешь, что это твоя дневная норма. Ну, что делать со сладкоежками? Самое простое, что можно сделать, это проанализировать свой рацион. Чаще всего, когда ко мне приходит человек, говорит, вот не могу, у меня патологическая тяга к сладкому, ничего не могу с собой поделать. Давайте сюда пищевой дневник. Начинаю изучать пищевой дневник, я очень люблю пищевые дневники, потому что они сразу открывают нам многое глаза. Чаще всего, те, кого патологически тянет на сладкое, просто банально недополучают в течение дня. Или сложных углеводов, это те же крупы, например, паста, источник энергии, или белка, мясо, курица, рыба, блюда из яиц и так далее. И когда мы вносим коррективы в рацион, добавляем эти группы продуктов, у человека, конечно, полностью не исчезает тяга к сладку. Мы понимаем, она останется, но она многократно уменьшается. Бывает еще состояние, когда у человека недостаточно хрома в организме. Можно сдать анализ крови, посмотреть, и просто курсом пропить 1-2 месяца такую добавку. Это тоже может снижать тягу к сладкому. То есть нужно посмотреть на уровень инсулина. То есть есть разные проблемы, но вот то, с чего я начала, поверьте, на самое частое. Когда вы просто... Организм недополучает в течение дня то, что он должен получить в первую очередь, он пытается компенсировать, добрать из каких-то других источников. Ну, давайте, наверное, финализируем. Вот сейчас у нас март, чтобы к июню наши зрительницы, употребляя какие-то полезные привычки, может быть, вы скажете, там топ-3 полезных привычек, которые можно с легкостью ввести в свой ежедневный рацион. И, собственно, в июне мы ждем фотографии от вас в купальниках, лучше на море. До и после разговора с Ксенией, до и после подкаста. Три, конечно, мало слишком, но если, да, касаемо питания, не устраивать большие перерывы все-таки в приемах пищи в течение дня. То есть сколько? Как бы ни были заняты на работе в течение дня, там вот обед обычно все пропускают, это один из главных приемов пищи, он должен быть самым обильным, калорийным. Поэтому минимум три, кому-то больше подходит даже пять. Если вы понимаете, что между завтраком, обедом или обедом-ужином вам хочется что-то съесть, устраивайте перекусы обязательно. Поэтому от трех до пяти приемов пищи в день. Большое количество овощей обязательно, не менее 400-500 граммов в день. Мы все недоедаем, это много, нам нужна клетчатка. Обязательное разнообразие рациона. То есть обязательно должны быть в рационе и крупы, и овощи всевозможные, причем разных цветов. И фрукты, и ягоды, и белковые продукты. Кто-то не хочет есть красное мясо, хорошо, пусть это будет рыба, пусть это будут кисломолочные продукты, пусть это будут яйца. И большое количество воды, как мы уже говорили. Причем, что важно, пить можно и между приемами пищи, и во время еды. Вот есть распространенная рекомендация не пить во время еды. Опять-таки, научного серьезного подтверждения такой рекомендации нет, поэтому пейте спокойно и во время еды. То есть ребенок, например, если ест, он не забивает себе жидкостью живот, потому что есть такая история, что вот жидкость так быстро покидает наш желудок, что она, в принципе, априори ничего забить не может, а уж тем более зная скорость, которую она покидает. Это пища находится в желудке и обрабатывается пищеварительными ферментами, желудочным соком несколько часов, а жидкость, она очень быстро. Нет, конечно, поэтому пусть пьет, особенно если хочет, то есть обязательно. То есть частое достаточно питание, небольшие перерывы в приемах пищи, обязательно разнообразное питание, большое количество воды. Знаете, я бы еще обязательно сакцентировала внимание, про это многие забывают, в период снижения массы тела, это количество и качество сна. Потому что если вы погружены своей любимой работой, работаете ночами, поздно ложитесь спать, и при этом даже у вас есть возможность, может быть, иногда в выходные поспать подольше утром или днем, то все равно это может очень влиять на ваше пищевое поведение. Уже доказано, что человек, который не доспал свою ночную норму, переест на следующий день. Плюс это все-таки влияет на гормональный наш фон тоже, недостаток сна, потому что и половые наши, и те гормоны, которые... Это выпустится из-за вот этого кортизола, да, который поднялся? В том числе, да. То есть определенные гормоны, достаточно активные в ночное время, вырабатываются в большом количестве, влияют на наш вес, на наш метаболизм, наше пищевое поведение. Поэтому нужно достаточно спать, не позднее 23 часов ложиться. Лучше вы в 5 утра на следующий день встанете, если вы хотите снизить массу тела, и на это обратите внимание. Ну, регулярная физическая активность, она важна. Без спорта похудеть можно. Это странно звучит, наверное, из уст врача, но если мы выбираем все-таки питание или спорт, все-таки 70-80% успеха – это питание. Другое дело, что если у вас есть регулярная физическая активность, причем неважно какая, даже если вы просто гуляете в хорошем темпе, да, а не готовитесь к Олимпийским играм, то это позволит, опять-таки, сделать рацион более комфортным для вас, более разнообразным, сытным, калорийным. Если у вас совсем нет физической активности, мы все-таки должны урезать рацион, что нежелательно. Спасибо большое. Ксения, все, вы записали все, я надеюсь, все запомнили. Давайте с вами побольше спать, друг друга беречь и больше пить воды. Больше пить воды. С вами был подкаст «Мыльница» на домашнем. Ксения, спасибо огромное. Спасибо вам. Ксения, просто сама весна. Я думаю, она вдохновила просто нервную женщину. Так что, девчонки, давайте беремся за себя, остаемся с нами, слушаем наш подкаст. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok